Бутует мнение, что в Европе можно обойтись одним только английским языком. Для жизни и учебы его достаточно, и нет смысла изучать еще дополнительно и национальный язык той страны, в которой находишься. Да, многие европейцы владеют английским, а большинство университетов Европы предлагают англоязычные программы для студентов из разных стран. Поэтому, имея хороший уровень знания английского языка, жить, учиться и работать в Европе можно. Но строить успешную карьеру и процветать вряд ли, потому что вы ограничены в своих возможностях. Хочу, чтобы тоже задумались об одном моменте. Все подработки студенческие будут связаны со знанием национального языка. Все заполнение документации будет связано со знанием национального языка. Опять же, в Европе очень трудно удивить знаниям английского языка, крайне трудно. А приори этот язык знают все. В разуме ни один человек в Европе не напишет, что он не знает английского языка. Как знает, это другой вопрос, он обязательно напишет. Поэтому приоритет все-таки, когда человек знает несколько европейских языков. Если в вашем арсенале, кроме английского, немецкого или испанского, будет еще какой-нибудь редкий язык, например, шведский, носителем которого, кстати, является 9 миллионов человек, это существенно повысит вашу ценность в глазах работодателя. Что касается обучения именно на английском языке, то тут тоже есть свои нюансы. Во-первых, это затратно. Англоязычные программы всегда в два раза дороже программ на национальном языке. А преподаватели одни и те же. Один и тот же человек читает, что на чешской программе, что на английской, что на польской программе, что на английской программе. Поэтому очень многие уже пересмотрели эту политику и идут на программы на национальном языке. Во-вторых, только 10% специальностей имеют англоязычный формат. В основном менеджмент, управление и финансы. В-третьих, не всегда на англоязычную программу может набраться достаточное количество участников. А это чревато тем, что выбранную вами специальность в англоязычном формате в этом году так и не откроют. Кроме того, добиться хорошего знания английского языка, изучая его только в Украине, не так-то уж просто. Все-таки нужно больше путешествовать, перемещаться, иметь определенную возможность, не недельку пожить в Великобритании, хотя бы несколько месяцев, чтобы довести язык до определенного уровня. Знание национального языка открывает для иностранного студента возможность бесплатного обучения, что в свою очередь позволяет ему не спешить с получением диплома в целях экономии денежных средств. Интересно даже бывает два года побыть на одном курсе, поехать, например, по программе «Сократ и Размус» еще в один университет, закончить семестр в партнерском университете, вернуться. Не все кредиты могут зачастись с другой стороны, но тоже это опыт, это пребывание, это культура, это язык. Это важно, потому что в Европе в результат ставится не диплом, а количество приобретенных навыков и знаний, коммуникаций и связей. Это именно тот капитал, который и определит дальнейшую перспективу молодого человека. В Европе уже давно выражена тенденция к беспрерывному обучению. После завершения университета европейцы на протяжении еще 10 лет нарабатывают дополнительные навыки. Для них норма иметь несколько образований и знать несколько языков. Уметь много, значит и много получать. Бюро переводов проекта «Европейское образование для украинцев» осуществляет перевод документов с польского, чешского, словацкого, английского, русского и украинского языков. Телефон 095-940-18-86. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова